В районе автоколонны 1269 огнём была уничтожена станция технического обслуживания автомобилей. Из полинских размеров костёр, в который за считанные минуты превратился целый ангар, был виден далеко с дороги. Кроме профессиональных борцов с огнём, к месту ЧП стянулись очевидцы, неравнодушные, желающие оказать посильную помощь. Я унюхал, я живу тут рядышком просто. У меня дома запахло, я думал, дом горит, и я поехал искать причину и нашёл. Василий помог пожарным оттащить на безопасное расстояние грузовик «Ниссан Атлас» и автокран «Митсубиши Фусо», стоявший рядом с ангаром. Ну давай по кругу выйдем, ладно? Куда вот на площадку? В какой дом? Зацепили? Да. Автокран упорно отказывался заводиться. Пожарным пришлось буксировать его спецмашиной. Из металлического строения, стены которого могли в любой момент рухнуть, непрерывно доносились взрывы. А взрывы, это что, ГСМ взрывается? Нет, там баллоны, всякая ерунда такая. Ну, машины, распилы и тому подобное. Этот ангар принадлежит частному лицу. Предприниматель занимается продажей запчастей, ремонтом машин и разборкой автомобилей на запчасти. Самое ценное, что было уничтожено огнём – четыре сотни контрактных двигателей. Хозяева заявили, что убытки подсчитать пока невозможно, но уже сейчас ясно, речь идёт о восьмизначной сумме. Стоимость самого помещения, плюс находившиеся внутри автомобили и детали. Итого несколько десятков миллионов рублей. Склад выгорел полностью. Работали по вызову номер два. Шесть единиц пожарнотехники, 20 человек личного состава. Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров. Пострадавших в этом ЧП нет. Назвать причину без дополнительной экспертизы трудно. Огонь мог появиться как вследствие замыкания электропроводки, так и из-за умышленного поджога. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин.